Белорусский фонд Миру консолидует громадство для добрых справ. С такими словами, наместник керавника администрации президента Белоруссии Игорь Бузовский звернулся до удельника урочистого посаджения в гонор 55-ти годзе громадского объединения. Под обязанностями у Юлии Борисовец. Белорусский фонд Миру – одно из наибольших уторитетных громадских объединений, которое ведают и поважают во всем свете. В зале Белорусской державной филармонии – представники органов выконавшей и законодавшей улады, члены правления, старшины и активисты областных организаций, духовенства. Усеяны выказывают словы подяки у адрес миротворчого актива Белоруссии. На его рахунку – шмат добрых справ. Объединение мкнется умоцовывать мир и сгоду помеж людьми. Особливое место – займая работа, накераванная на усталявание связей с краинами-суседями – Россией и Украиной. Программы мероприемства у фонду увасабляют идеи милосерности и гуманизму, накераваны на подрымку молодей, патриотичное выхование. Фонд Миру удельничает у реконструкции помников, местопахований воинов, реализует экологичные проекты и доброчинные акции. Большую поддержку фонд Мира областной оказывает единственным на постсоветском пространстве, расположенном в нашем районе, мемориалу детям жертвам войны в населенном пункте Красный берег. Мне хотелось бы пожелать всем миротворцам здоровья, добра, счастья на благо нашей любимой Беларуси. От гумельской делегации на республиканской сцене узнагородили пять представников. Узнагородный знак «Заслуженный миротворец» отрымали активисты областного отделения. У гады святочный день усим без выключения представникам миротворшего руху адрасовали теплые слова и песни зорки беларусской эстрады. Специально с нагоды 55-ти годзе Беларусского фонду Миру выконал свои шлягеры у золотым составе и вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». На планете Земля и не хватает таких общественных объединений, как Беларусский фонд мира и таких хороших, важных и прекрасных миротворческих мероприятий. У сего на мероприемстве присутнило около 700 человек из всех областей за Межа. Это показывает массовость действительного ауторитету, как внутри краины, так и за ее Межами. Гомельское отделение Беларусского фонда мира всегда отличалось инициативой при проведении различных мероприятий. И особая значимость заключается в том, что эта общественная организация опирается на молодежь, на учащихся школ, учреждения профессионально-технического образования, высшее учебное заведение. И это абсолютно правильно. Мир – это будущее, будущее нашей молодежи. Мир – это радость, это детство. И поэтому сегодня те мероприятия, которые проводятся не только в Республике Беларусь на областном уровне, но и далеко за пределами, говорят о пользе этой организации и результатах работы. Советский фонд мира был заснован 27-го красавика 1961 года. Под мурок заклали лидеры. Теперь час починать новую сторонку деяностей Беларусского фонда, якую уже створая молодь. Урочистое посаджение «Гонор» 575 года утворение Беларусского фонда «Миру» отрымалось с управдой масштабным. Уся год Гомельской области им приняли удел коля 100 человек. Готолепшие супрацовники громадских, объединения, представники улады выники подведены. А теперь, что довольно символично, на память огульных фотосдымок. Юлия Борисовец, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». День пионерской дружбы означали на Гомельшине. Мероприемства, присвеченные гэтай дате, пройшли у вёсты «Червоны Берах», Жлобинского района и у самим райцентры. Подробязности у наступным материале. Мемориальный комплекс «Детям ахвяром фашизма» в вёсты «Червоны Берах» был открыт 28 червеня 2007 года. Сегодня это один из нешматликих мемориалов Украины, присвеченных детям войны. Миновед Айон стал местом встречи пионеров в всей Гомельской области, узнаковый для организации день. Сегодня у нас стартуют мероприятия, приуроченные Дню пионерской дружбы. Непосредственно День пионерской дружбы мы отпразднуем 19 мая. Каждая пионерская дружина по-своему. Где-то это пройдут торжественные линейки, где-то приём в пионеры, где-то посмотрят летописи своей пионерской дружины, вспомнят, что делали пионеры прошлых лет. В общем, в таком формате дружном, коллективном будут праздновать этот праздник наши пионеры на протяжении всей недели. Принять уделу мероприемств приехали 400 человек с разных кутков Гомельской области. На встречу с молодым поколением пришли ветераны Великой Ачиной, простовники районных и областных уладов. Подчас урочистой частки – пионерская линейка, хвили на маучанье и традиционное равнение на стях. Пионеры Гомельщины Здесь вступят новые пионеры для того, чтобы они были настоящими гражданами своей страны. Далее у дельников мероприемства сустракала Жлобинская школа номер 13. Миновито тут отбылся областный конкурс пионерских парадно-церемониальных гуртов. Ученица одной из жлобинских средних школ Александра Якуш представляет команду у дельников «Вогненные сердцы». На подрихтовку спотребился мальтый день. Опыт, наверное, есть. Я уже два года участвую. Нашей всей командой мы участвуем уже как... Года, наверное, три. И как результаты? Результаты хорошие. И в область ездили, и в республику даже бывало. По выниках конкурсных испытов переможцей стала пионерская дружина и мязины Портнова и средняя школа номер 12 города Жлобина. До речи, с 20 по 22 мая пионеры Гомельщины примут удел у третьем республиканским взлёте «Тимуровцы-Бай», где будут споборничать за звание лепших тимуровских отрадов у конкурсе «Запали костёр Добрыни». Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель», «Червоный берег», Жлобинский район. До инших тем, у третью неделю мая установлены День памяти людей, які померли от СНИДу. Гэта робится у тем лику для того, как притягнуть увагу громадскости до проблем хворых на СНИД и носбитов ВИЧ-инфекции. С гэтой нагоды Гомельским городским центры гигиены и эпидемиологии прайшов круглый стол. Специалисты звернули увагу присутных на тое, что проблема ВИЧ-захворывания для Гомельской области больше, чем актуальна. Что год, только у Гомеля выявляется ВИЧ-у 90 человек. За четыре месяца года зарегистровано 45. Прирост по личбах складает 35%. И коли ранее большая частка захворывания была связана с уживанием наркотичных сродков, вирус траплял у организм человека прасшприцы, то зараз всё больше людей заражаются половым шляхом. На практице гомельчане не только не ведают про это, а лей не могут отказать навод на самое простое пытание безопасности. Те анкетирования, которые мы проводим на предприятиях, а в частности я в последнее время беру именно возрастную структуру старше 35 лет, меня очень поразило то, что в этой возрастной структуре население не знает путей передачи. Порой раз видишь в этих анкетах ответы. Значит, укусы комаров, рукопожатие, через тарелки, то есть если вместе кушаем. На самой справе иснуют только три способа заражения – половы, от тяжарной женщины до дитяти и шляхом внутривенных инъекций. И об спорте. У чемпионате Беларуси по футболе у первой лизе отбылись матчи пятого тура. Светлогорский химик соступил лизе 1-2. Гомель Чегунтран сгубил первые очки. Гомельчане сгуляли в ничью со Сморгонью 2-2. Тым часом футбольный клуб Гомель на своем поле примал Барановича. Зелено-белые в этой матче у первой чемпионате забили больше, как один гол. Разгром соперника почау Дмитрий Гомзо уже на третьей хвилине. Я еще проспять, а у Ген Милевске по двое лик. Больше в первом тайме голов не было, хоть обидвие команды имели по некольки добрых моментов. У другой полови гомельчане так само забили двойче. На 58-й хвилине Яугин Барсуков зарабил лик 3-0. Проспятнадцать хвилин другий поспех отцветковал Гомза. Гости смогли однойче отказать. На 77-й хвилине яны отыграли один мяч. Выниковый лик 4-1 на корысть Гомеля. Стартовый отрезок, правая наша зона обороны допустила несколько ошибок. Хорошо, что обороны еще не воспользовались этими моментами. Как бы пошла дальше игра неизвестна. Но в целом я доволен действиями ребят. Конечно, мы забили больше, чем один мяч. Недоволен, что пропустили. Турнированную таблицу за 13 очками после 5 туры означаливают Гомель Шигунтранс и Гомель. У Могилевского Дняпра набал меньше и третье место. Химик покуль на передопошнем 13-м радку. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова